Это итоги недели в студии Ольга Васенда. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих семи дней. Республиканский каравай, тотальная проверка и музыкальное лето. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске представил новый логотип. Почем билеты? Дружба народов. Беларусь и Россия отмечают День единения. Вот скажите мне, я родился в России и живу в Беларуси. Кто я? Россиянин или белорус? Славянин. Каким был 2022-й для союзного государства? Потребитель голосует рублем. Комитет госконтроля продолжает мониторинг торговых сетей. В ходе выборочного анализа было установлено завышение цен. Как не попасть в блэк-лист? Краткий обзор. Апрель перенес в жизнь белорусов целый список изменений. Нужно, конечно, платить этот налог. Насколько повысится налог на собак? Крупные стычки, закрытые пирамиды и предъявленное обвинение. Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого официально откроют уголовное дело. За что? Тот самый случай, когда в воздухе витает предчувствие эпохальных перемен. Президент обратился с посланием к народу и парламенту. Правительство, руководители всех уровней, депутаты, общественные организации и молодежь. Во дворце республики собрались свыше двух с половиной тысяч человек. Глава государства обозначил, никогда раньше в истории нашей страны не стоял так острый вопрос, как суверенитет и независимость. А это касается каждого. Ведь главный посыл – стремление к сохранению мира и созидания во благо будущего Беларуси. Поэтому первым делом Александр Лукашенко высказался по ситуации в Украине и призвал объявить перемирие. Усилиями Соединенных Штатов и их сателлитов в родной нам стране развязана полномасштабная война. До последнего украинца, цитирую. В результате которой только в течение года погибло и искалечено около полумиллиона человек с обеих сторон. Миллионы стали беженцами. На горизонте в результате замаячила Третья мировая с ядерными пожарами. Александр Лукашенко заявил, Беларусь пытаются втянуть войну. Особенно усердствуют ее западные соседи. С этим и связано возвращение в нашу страну ядерного оружия. При этом глава государства отметил, цель – не запугивание кого-либо и не шантаж, а возможность обезопасить и обеспечить мир белорусскому народу. В послании президент также затронул события 2020-го. Речь шла и про будущую избирательную кампанию. Многие говорят о том, что Лукашенко эту конституцию сделал под себя. Извините, не я ее делаю. Но даже если исходить из этого, поверьте, мой век заканчивается. И никакие конституции я под себя делать не буду. Я помню, когда я пришел к власти, тогда душили, травили, стреляли. Но команда из десятка человек выдержала, и люди нам поверили. Прошло почти 30 лет. Фундаментом политики Беларуси все это время была, есть и будет экономика. И даже несмотря на санкции, наши предприятия развиваются и только наращивают объемы производства. Как отметил президент, ключевой вопрос национальной безопасности на сегодняшний день – импортозамещение. И в этом непростом, но очень важном деле нам содействует союзное государство. С российскими партнерами планируем запустить около 15 проектов машиностроений, имеющих инвестиционно-кооперационный эффект. Вопросы их финансирования решены, но разворачиваемся медленно. Мы будем производить широкую линейку продукции от высокоинтеллектуальных интегральных микросхем до карьерных самосвалов и сельхозмашин. Особое внимание обращаю на авиастроение. Президент Беларуси также подчеркнул, никакие санкции не смогут повлиять на уровень нашего медобслуживания. Александр Лукашенко обозначил главные задачи – четкая работа на раннее выявление факторов риска заболеваний, а значит, их предупреждения. Плюс все как один должны проходить обязательную диспансеризацию. Кроме того, белорусский лидер затронул и православную церковь. Наш патриарх Кирилл – это вообще человек, с которым я очень дружен давно-давно. И я ему прямо говорил, слушайте, ну что это такое, когда мы приходим в церковь? Ну ладно, мы еще здоровые. Извините меня, стоим колым там по два-три часа. Кто молится, а кто уже думает, быстрее бы это закончилось. Ну поставьте вы эти лавки в православные церкви, пусть люди сидят. Затронут также вопрос зарплаты. Как отметил Александр Лукашенко, здесь нужен справедливый подход. Все хотят получать большие деньги, но многое в этом моменте зависит от самого работника. Ведь сегодня время инициатив и активных действий. И задача на этот год – обеспечить рост валового внутреннего продукта на 4%. Как это предписано пятилетней программой. Само же послание президента длилось 4,5 часа. Пассивная компания, супербыстрая зарядка и горная порода. В стране построят карьер по добыче базальта. Где его применяют? Громкие итоги недели – далее в специальном обзоре. Аграрии приступили к севу ранних яровых культур. На качество работы в поле не раз обращал внимание глава государства. На кону продовольственная безопасность, от чего напрямую зависит, насколько весомым будет общий урожай. В Могилевской области площадь посевов без кукурузы, гречихи и проса – почти 117 тысяч гектаров. Организации обеспечены всем необходимым – семенами, удобрениями и техникой. Транспортная инспекция за месяц зафиксировала 4000 нарушений. В антирейтинге – технические неисправности, превышение скорости, вождение без прав и в состоянии алкогольного опьянения. Тотальная проверка перевозчиков – поручение президента. Расследование трагической аварии под Смолевичами с участием маршрутки Ямаза указало на комплекс проблем в сфере дорожной безопасности. В Беларуси построят карьер по добыче базальта. Это новый вид ископаемого для республики. Страна расходует 70-80 тысяч тонн природного ресурса в год. Сфера применения довольно широкая – от утеплителей и минеральной ваты до сырья при изготовлении керамических плиток. Уже есть подвижки по разведке месторождения. В первом полугодии специалисты планируют завершить полевые работы. Беларусьнефть в 2023-м модернизирует 250 зарядных станций для электрокаров. Планируется также добавить разъемы дополнительного стандарта. Такой шаг в компании связывают с увеличением популярности китайских автомобилей. Также расширяется сеть супербыстрых зарядок. К 2030-му откроют 86 таких комплексов. 26 разместятся в столице, остальные – в регионах. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске представил новый логотип. Насыщенный цвет василька – символ музыкального лета. Волна – многообразие творческих форм и жанров. Это сила, мощь, величие, смелость, которые образуют целое море свежих идей. Сам форум, напомним, пройдет с 12 по 17 июля. Билеты уже в продаже. Цена – от 7 рублей. Нерушимая связь Беларусь и Россия отмечают День единения. 2 апреля 1996-го президенты двух государств подписывают договор об образовании сообщества. Именно это и становится началом процесса взаимной интеграции. Уже в 2022-м страны достигают рекордного уровня товарооборота в 50 миллиардов долларов. Синёка увеличивает экспорт в РФ в полтора раза. Наибольшим спросом пользуются мясо и молоко. В рамках 28 союзных программ идет унификация экономического законодательства и денежно-кредитной политики. Беларусь и Россия. Общая история и совместное будущее. Духовная общность и тесное партнерство. Нерушимые узы на века связывают два братских народа. 2 апреля – знаменательная дата в новой истории. День единения Беларуси и России. Праздник объединяет более 150 миллионов человек. 2 апреля, считаю, праздник действительно всех славян, россиян, белорусов. Мы – одна единая семья. Вот скажите мне, я родился в России, живу в Беларуси. Кто я – россиянин или белорус? Славянин. И это наш праздник. Страны вместе проводят оборонную политику, согласовывают взаимодействия на внешнеполитической арене, реализовывают экономические, научные и гуманитарные проекты. Машины, оборудование, транспорт, продукция химической и легкой промышленности. В 2022-м Россия и Беларусь достигают рекордного уровня товарооборота в 50 миллиардов долларов. Единственным нашим таким устойчивым братом, который всегда подставит плечо, который всегда будет с нами, это оказалась Российская Федерация. Страна с богатой историей, которая всегда была с нами. И этот праздник, он как раз таки и описывает наше сотрудничество, наши взаимоотношения, наши братские народы. То, что нас скрепляет уже исторически много веков. И этот праздник, безусловно, важен для граждан, как и Российской Федерации, так и для нас. Бобруйск связывают узы нерушимой дружбы с городами-побратимами и партнерами. Список внушительный – Тольятти, Нарфаминск, Грозный, Сызрань, Муром, Владимир, Ишин, Нижний Тагил, Омск и не только. Тесное сотрудничество приносит свои плоды в сфере экономики, культуры, туризма. Делегации подписывают торговые соглашения и регулярно участвуют в международном фестивале «Венок дружбы». Из года в год мы формируем, сохраняем и продолжаем добрые традиции братства, дружбы и сотрудничества между нашими городами и странами. Развиваем взаимодействие во всех сферах и направлениях, поддерживаем деловые и личные контакты, укрепляем и бережем культурные и духовные ценности друг друга. Уверен, что наши поворотимские отношения и впредь будут примером искренности и доброжелательности людей с открытыми сердцами. Крепкого вам всем здоровья, счастья, благополучия, удачи во всех добрых начинаниях и, безусловно, новых свершений на благо наших городов-поворотимов и наших братских народов. Союзное государство не только выдерживает проверку временем, но и доказывает вместе мы сила, которая способна противостоять любым вызовам и угрозам. Сегодня Беларусь и Россия испытывают беспардонное, безнравственное, неправовое, санкционное, политическое, информационное давление. Поэтому вопросы интеграции двух стран приобретают новое значение. В этот день я хочу поздравить и россиян, и бобручан, и белорусов всех с этим прекрасным праздником. И хочу пожелать крепкого здоровья, большого-большого семейного счастья, чистого мирного неба над головой и дальнейших успехов на благо нашей прекрасной, цветущей Республики Беларусь. Союзное государство – пример взаимодействия, который определяется не только президентами, но и миллионами граждан, которые с оптимизмом смотрят на совместное будущее. Будущее, основанное на общей истории равноправного союза двух братских народов. С Днем Единения, россияне! Вместе мы непобедимы! Потребительская корзина. Комитет госконтроля продолжает мониторинг торговых сетей. Ключевая задача – не ужесточить правила работы, а исключить завышение цен. В Могилевской области только в прошлом году специалисты проверили свыше 250 объектов, 60 – в Бобруйске. Увы, не все готовы вести бизнес открыто и честно, забывая, что в конечном итоге именно потребитель голосует рублем. В 2023-м за различные нарушения пришлось приостановить работу четырех торговых точек. На прошлой неделе нашими сотрудниками была приостановлена деятельность объекта торговли, который расположен в одном из микрорайонов города Бобруйска. Основанием послужило наличие просроченных товаров, 19 наименований и сроки просрочки до 416 суток. Кроме того, в ходе выборочного анализа было установлено завышение цен. Владельцу объекта выданы рекомендации и предписания об устранении нарушений, выполнение которых взято на контроль. Не стоит бояться перемен. Чаще всего они случаются именно в тот момент, когда необходимы. Второй месяц весны принес изменения в жизнь белорусов. Самое приятное – длинные выходные. Снизится также ставка рефинансирования. Это хорошая новость для тех, у кого есть кредиты и банковские вклады. Немаловажного для абитуриентов, доноров и владельцев собак. Подробности у Татьяны Горбач. Нет ничего постоянного, кроме изменений. С этим высказыванием Гераклита трудно не согласиться. С апреля Беларусьбанк изменяет порядок приема наличных для пополнения счета. Вносить деньги в кассу при сумме от 50 рублей можно будет только при предъявлении паспорта. Также третий раз с начала года снижается ставка рефинансирования с 11 до 10,5%. Изменение ключевой ставки Национального банка повлечет за собой снижение процентных ставок по кредитам. Это, в свою очередь, позволит существенно снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет при оплате кредитом. Например, благодаря кредиту на рефинансирование «Удачное обновление» от Беларусьбанка можно не только оптимизировать, но и снизить платежи по ранее полученным кредитам и оверграфтам. Четыре раза в год в Беларуси пересматривают список незанятых в экономике без уважительных причин. Чтобы не попасть в блэк-лист и не платить коммуналку по полной, до 21 апреля владельцы квартир должны предоставить документы, которые подтверждают работу или, скажем, обучение за границей. Справки нужно отнести в специально созданные комиссии. В Бобруйске их три – при горосполкоме и администрациях Первомайского и Ленинского районов. На сегодняшний момент трудоустроено комиссией городской 41 человек. Всего обратились по трудоустройству 111. Кроме этого, люди, которые работают в государствах Евразийского экономического союза, могут подтвердить свою занятость, и в этом случае он тоже исключается из списка незанятых в экономике. С 21 числа вступает в силу новая редакция закона о донорстве крови и ее компонентов. В первую очередь увеличивается возраст для сдачи – с 60 до 65. Во-вторых, из перечня преференций исключается гарантия по предоставлению дней отдыха. Для почетных доноров предусмотрена 25-процентная скидка на платные медуслуги в госучреждениях, плюс две недели неоплачиваемого отпуска по согласованию с нанимателем. Согласно новому закону, сейчас руководитель обязан будет способствовать развитию донорства посреди своих сотрудников и, соответственно, беспрепятственно отпускать их с работы для выполнения донорской функции. В свою очередь, донор должен за два дня будет уведомить нанимателя о том, что у него предстоит кроводача. Апрель принес много нового и абитуриентам. Выпускники школ впервые сдадут централизованный экзамен. Их ждут не четыре испытания, а два по русскому или белорусскому и любому другому предмету на выбор. Регистрация до 20-го числа. Первый ЦЕ запланирован на 14 мая, второй на 21-е. Для тех, кто не сможет в эти даты прийти по уважительной причине, предусмотрены резервные дни 23-го и 25-го. На сегодняшний день мы видим необходимость проведения ежегодного репетиционного централизованного экзамена с целью, чтобы обучающиеся последующих лет выпускники 11-х классов также могли принять участие, попробовать себя в написании централизованного экзамена непосредственно накануне основных дней проведения централизованного экзамена в последующих годах. Меняются также ставки налога для владельцев собак. Они вырастают до 55,5 рублей за породы, которые внесены в список потенциально опасных. Например, дорожает содержание овчарок, волкодавов, мастифов и догов. В других случаях хозяева будут платить максимум 11 рублей. Сумму нужно внести до 27 апреля. Я считаю, что нужно, конечно, платить этот налог. Моя собака зарегистрирована. Я думаю, что человек ответственный, он ответственный во всем. Ну, вообще, конечно, надо чипировать, и так, чтобы можно было установить, чья собака, и все это можно было проследить. А теперь приятная новость. В апреле белорусов ждут небольшие каникулы. Случится это на Радуницу, которая в этом году выпадает на вторник 25-го. Рабочий понедельник с 24-го переносится на субботу 29-го. Так что отдыхать мы будем 4 дня подряд, с 22-го по 25-е. А вот как провести весенний уикенд, стоит задуматься уже сейчас. Татьяна Горбыч, Станислав Чичерин. Итоги недели. Уголовное дело, убийственный оползень и пенсионная реформа. Во Франции продолжаются массовые забастовки. Какие последствия? Далее громкие заголовки мировых новостей. Дональд Трамп стал первым в истории экс-президентом США, против которого официально могут открыть уголовное дело. За это проголосовало жюри присяжных суда Манхэттена. Причина в подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Заключение обнародуют в ближайшее время. Однако сам бывший глава Белого дома назвал такое решение политическим преследованием и вмешательством в выборы. В Германии проходит самая крупная за последние 30 лет общенациональная забастовка. 350 тысяч сотрудников транспорта отказываются выходить на работу. Они требуют увеличения зарплаты минимум на 10,5%. По всей стране происходят сбои в движении автобусов, трамваев и поездов. Отменено свыше 600 рейсов. Во Франции закрыты Лувр и Эйфелева башня. Причина – массовые и агрессивные протесты против пенсионной реформы. Испания ожидает рекордное количество туристов. Только на пасхальную неделю отели забронировали на 20% больше гостей, чем в прошлом году. Летом гостиницы будут максимально загружены. Цены могут вырасти почти на треть. Самая большая проблема для бизнеса – найти достаточно сотрудников, чтобы удовлетворить спрос. Эксперты уверяют, поток изголодавшихся по поездкам превысит даже допандемийные цифры. В 2019-м страну посетили почти 84 миллиона человек. Число жертв оползня в Эквадоре достигло 14. В списке без вести пропавших числятся 67 человек. Поисково-спасательная операция продолжается. Среди пострадавших – около 500 жителей. По оценкам Красного Креста, разрушены и повреждены более 160 домов. Управление по чрезвычайным ситуациям страны еще в феврале предупреждало о возможном движении горных пород. Пирамида Хеопса будет закрыта для посещений в июне из-за проведения реставрационных работ. Памятник архитектурного искусства – единственное из семи чудес света, которое сохранилось до наших дней. Напомним, весной этого года ученые обнаружили там новый коридор. Длина прохода – 9 метров, ширина – больше двух. Это одно из самых важных и значимых открытий за последнее время. Такими уходящие семь дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Ольга Васенда. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!